В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон шокировал Старый Свет предложением отправить войска западных стран в Украину для войны с Россией. И хотя большинство западных союзников, в том числе Берлин, исключили такую возможность, тем не менее Париж настаивает на своем предложении, отмечая, что нужно сделать все, чтобы Россия не победила. Дрен Нач Асан. По-французски грезище о континентальном лидерстве Макрон, которого, кстати, во Франции уже считают хромой уткой, казалось, не очень расстроился из-за того, что к его идее довольно прохладно отнеслись ФРГ и США, и с удвоенной энергией принялся за формирование коалиции для войны с Россией. Вот только кроме стран Балтии, не обладающих особой военной мощью, да Польши, которая тоже, как и Франция, стремится к военно-политическому лидерству в континентальной Европе, к объявленному по ходу Макрона, пока никто не присоединился. Да что там остальные европейцы, в самой Франции, раздираемой массовыми протестами фермеров и прочими социальными потрясениями, которые в массе своей вылились наружу аккурат в преддверии летних Олимпийских игр в Париже, инициативу непопулярного в обществе и политикуме президента встретили в штыки. Оно и понятно, в стране уйма проблем, которые обострились в годы правления Макрона, и никто умирать за далекую Украину во Франции явно не готов. Одно дело – посылать вооружение для ВСУ и при этом ничем не рисковать в плане личной безопасности, и уж совсем иное – оказаться с украинцами в одном окопе и противостоять наступающей российской армии. Так, например, лидер французской партии-патриоты Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал инициативу Макрона по созданию коалиции государств, готовых отправить своих военнослужащих на Украину. Он отметил, что Макрон хочет взять на себя инициативу по развязыванию Третьей мировой войны. Филиппо призвал остановить этот цирк. Впрочем, учитывая колониальное прошлое Франции и то, как она мертвой хваткой цепляется за него уже в наши дни, следует полагать, что в случае с Украиной Париж будет действовать чужими руками. И тут надо признать, что несколько тысяч штыков в будущей армии Наполео, прошу прощения, Макрона, которые намерены осуществить очередной Дрен-Нач-Асан, все же найдутся. Новые черные солдаты Франции нет, на сей раз речь не идет о балжирцах, синегальцах или прочих представителях Африки, которых Франция на правах метрополии отправляла на общеевропейские бойни в 1914, 1918 и в 1939-1945 годах. Новыми черными солдатами Франции станут те самые члены незаконных армянских бандформирований, которые были выведены из Карабахского региона Азербайджана после антитеррористических мероприятий в сентябре 2023 года. А это от 10 до 15 тысяч боевиков. Да, в конце прошлого года в Армении шли разговоры о том, что они могут вступить в ряды армянской армии, однако сделал это лишь небольшой процент, и большая их часть сегодня осталась не у дел. И вот с этой-то частью неустроенных сейчас активно работают французские военные инструкторы для создания армянского региона. Работа эта не пыльная, если учитывать, что у армянских боевиков есть определенный боевой опыт, они могут обращаться с советским вооружением, которое также составляет базу украинского вооружения. Причем в дипломатических кругах ведется она уже несколько месяцев как непосредственно на территории Армении, так и во Франции под чутким взором французских военных инструкторов. Таким образом, армянские наемники будут воевать во французской коалиции в Украине против России, и это, надо полагать, своеобразная цена за французское вооружение и масштабную политическую поддержку для Еревана. Париж готовит Армению к войне с Азербайджаном, но не только российско-украинской войной занят сегодня Макрон. Параллельно он готовит Армению к новой войне с Азербайджаном, для чего активно вооружает страну камней. Причем как напрямую, так и через Индию и Грецию. Согласно поступающей оперативной информации, которые соответствующие структуры поделились с нашей редакцией, согласно армяно-французскому сценарию, в час х на условной армяно-азербайджанской границе возникнет новое военное противостояние, инициатором которого выступит армянская армия или диверсанты в рядах армянской армии. Мы уже сообщали о том, что власти Армении готовят блицкрик, чтобы захватить территории, вернувшиеся под азербайджанский контроль в результате столкновений в 2021 и 2022 годах. Азербайджанской стороной мониторятся косвенные и прямые свидетельства осуществления подобной подготовки в режиме максимальной интенсивности. Бесспорно, Азербайджан, как и предупреждал, нанесет молниеносный ответный удар, чем мгновенно воспользуются армянские и проармянские пропагандисты в Европе. Они представят все как агрессию Азербайджана. Благо, созданием необходимого информационного фона эти силы занимаются уже не первый месяц. Вспомним, и одного из главных подпевал армян в ЕС Борреле, заявившего, что любое нарушение армянского суверенитета будет встречено серьезными последствиями для Баку. Вот уж не знаешь, что тут подумать. То ли без меня женили, то ли на воре и шапка горит. Но то, что Франция посредством Армении готовит Южный Кавказ к новому пожару, уже ни у кого не вызывает сомнений. При этом Франция понимает, что Россия в новую армяно-азербайджанскую войну не вмешается, что позволит Пашиняну и его команде спровоцировать масштабные протесты у 102-й российской базы в Гюмри. И к удару по России. Очевидно, что в сложившейся ситуации Ереван и Париж не будут ждать 2044 года, когда заканчивается договор о функционировании 102-й базы. Форсировать ее вывод власти Армении начали уже сейчас посредством гибридных операций. На это указывают акции агрессивных элементов вроде блока «Национально-демократический полюс» и прочих французских радикальных прокси в Армении возле 102-й российской военной базы. Так, например, еще в январе этого года они провели перед базой акцию, которую назвали блокада ради выхода из блокады. Очевидно, что в последующем к мероприятиям подобного рода присоединится также криминал, который мобилизует власти. Согласно готовящемуся сценарию, 5000 российских военных, не имеющих права открывать огонь, будут разоружены и задержаны разогретой армянской толпой. Возможные убийства российских военных или членов их семей. Думаете, армяне не посмеют? Тогда напомним, как 10 июля 1992 года в Гюмри были убиты пятеро десантников российских войск. На весь мир армянская сторона в лице заместителя министра обороны Армении Абрамяна и командира воинских формирований Ширакского района Варданяна заявила о преступных действиях российских военных. Они якобы задавили автомашины ребенка, применили оружие. Поэтому по ним и открыли ответный огонь. Но это была отвратительная ложь. Ложь всему миру. На самом деле армянам просто понадобилось вооружение российских военных. Одновременно планируется блокировка аэропорта Ирибуни и захват российской авиационной эскадрильи. Благо, соответствующий опыт у армян сохранился аж с начала 90-х годов. Далее возвращение военных и техники станет предметом торга. Все закончится насильственным выводом российской базы и размещением на ее территории подразделений французской армии. Эта база будет работать против интересов Азербайджана, Турции, России и Ирана. Таким образом, Париж планирует двойной удар против России. В одном случае в Украине, вербуя карабахских армян в качестве наемников. В другом случае, непосредственно на Кавказе, фактически проведя рейдерский захват российской базы. Очевидно, что на этом многовековое военно-политическое присутствие России в нашем регионе подойдет к своему концу. Геополитика региона стремительно меняется, и нашим вооруженным силам надо быть готовыми к отражению новых угроз. Уверены, что все необходимые меры будут приняты и исполнены на высшем уровне.